Приветствую вас, и вопрос, который вы задаете, он может быть разделен на две части, и мы попробуем каждую эту часть разобрать максимально подробно, чтобы у вас получилась наиболее ясная картина вашей ситуации, и чтобы вы могли эту ситуацию разрешить наиболее удобным, доступным вам способом. Значит, первая часть вашего вопроса состоит из того, совместима ли профессия музыканта у девочки с именем жизни. Вообще говоря, для начала нужно будет уточнить, что есть профессия музыканта для вас. То есть, если профессия музыканта, это значит, что человек ездит по городам, да, дает гастроли и так далее, то вообще, конечно, да, совместимо. И для примера можно взять, например, такие группы, как «Skiller», где на ударных и на бас-гитаре, по-моему, находятся девушки, и они совершенно спокойно гастролируют, играют и вообще. И есть немало женских групп, немало групп, где присутствуют женщины, где играют они на инструментах, и это совершенно не мешает им, и мельчикам, и мужей, и даже детей. То есть, понимаете, важна не столько совместимость, вольна не столько совместимость, сколько, я бы сказал, желание вашего мужчины, а ведь семейная жизнь, она подразумевает наличие хороших личных отношений для начала. Отношений доверительных, отношений правильных, отношений искренних. И мужчина, если он любит вас искренне, если он любит вас настоящим, по-настоящему, он понимает, что вот музыка и карьера музыканта, это то, чем бы вы хотели заниматься. И он, соответственно, всячески вас в этом поддерживает. И ничего не изменится в этой ситуации, если вы, например, образуете семью. Абсолютно ничего не изменится. Все будет так. Мужчина также будет вас поддерживать. Да, на момент, если у вас будет ребенок, вы уйдете в декрет и какое-то время выступать не будете. Но после того, как ребенок подразумевает, вы вновь сможете вернуться к этой карьере. Да, мужчине придется взять на себя какую-то часть обязанностей. Может быть, вам придется нанимать воспитательницу, сиделку, домработницу, что-нибудь еще. Но все это обещаем. Главное, чтобы было ваше желание. И желание ваших мужчин вас в этом поддерживать. И на этом, я думаю, ответ на первые шесть вопросов можно завершить. Потому что, как вы, я надеюсь, поняли, совместимость напрямую зависит от того, насколько истинны у вас отношения с вашим молодым человеком. Насколько молодой человек нацелен на то, чтобы вы были счастливы. Насколько мужчина ставит ваши интересы выше своих. Вот в зависимости от этого и находится совместим. Если мужчина не настроен на то, чтобы вы были счастливы, если мужчина не хочет, чтобы вы занимались музыкой, если мужчина пытается как-то ограничить и навязать вам свою точку зрения, то, конечно, профессия музыканта несовместима, вообще говоря, не только с семейной жизнью, но даже и с обычными личными отношениями она тоже несовместима. То есть все здесь зависит от личности того мужчины, которого вы выбираете для, ну, для, так сказать, взаимодействия, которого вы делаете своей парой. И здесь мы переходим ко второму катаючателю вопроса. Ну, эта часть является дополнительной, то есть вы не задаете абсолютно никакого вопроса именно в ней, но тем не менее, не могу, как психолог, ее проигнорировать. Вы пишите, что, по крайней мере, с первым парнем у вас не получилось совместить профессию музыканта и, как я понял, с именой жизни. А второй парень просто закрыл вас вверх и все запретил. То есть, понимаете, у вас имеется тенденция, состоящая из двух мужчин, а тенденция негативная. То есть, по какой-то причине отношения с мужчинами вы строите как бы про человек своим мечтам, своим желаниям, своим стремлением и так далее. И, когда вы вступаете в отношения с мужчинами, вы как бы позволяете им вам вот это вот все дело запрещать. Получается, что вы жертвуете своими интересами, своими мечтами ради того, чтобы быть с ними. То есть, вы как бы находитесь перед выбором. Перед выбором относительно того, либо вы мужчины, но без творческой карьеры, либо вы значит, в творческой карьере, но без мужчины. И возникает вопрос, а почему вы сами для себя такой выбор считаете возможным? То есть, почему вы ставите себя в отношениях так, что или-или? Почему вы так нуждаетесь в личных отношениях? Почему вы так нуждаетесь в мужчине, что готовы ради него придать свои личные интересы? Вот ответ на вот точнее вопрос, на который вам нужно ответить. Дальше. Карьера музыканта это профессия достаточно специфичная. Она не ординарная. она не массовая. Она достаточно своеобразная. И она, что интересно и что очень важно, накладывает на людей, на музыкантов определенный отпечаток. Люди, которые являются музыкантами, это творческие люди. творческие люди, как и представители других творческих профессий, тогда стремятся к свободе. Потому что, ну, ни одно творчество, ни в одной, но без свободы. Я надеюсь, вы это понимаете. И это значит, что вам для того, чтобы быть счастливой, по сути дела, нужно искать мужчину среди таких же, как вы, музыкантов, творческих людей, чтобы вы друг друга понимали, чтобы вы друг друга прислушивали, чтобы вы чувствовали друг друга. поскольку музыканты и музыка вообще профессия довольно, я уже сказал, там прилично высокий порог входа, то не каждый мужчина, например, классический рабочий, да, тоже продавец, как вам выговорить, не каждый мужчина примет это, примет, что его девушка будет там ездить по гастролям, там у нее будут фонаты и вообще это все неприятно. И помочь вам в этом понять вас в том, что вы хотите делать может только такой же, как вы. Поэтому и поскольку музыка это не только работа, но это прежде всего хобби, интерес, музыка это жизнь, вам можно обратить внимание на людей, которые разделяют в первую очередь ваши взгляды на музыку, а не искать себе просто наиболее подходящего парня. Поверьте мне, если я правильно вас понял, его музыкант, то счастливы вы с ним не будете, а будете ощущать себя заточенным человеком, которого посадили вот в клетку, и у которого нет ни выхода, никакого, вряд ли вам это принесет радость, вряд ли вам это принесет удовольствие, вряд ли вы от этого станете счастливы, и семья тогда у вас счастливой не будет. Вот и все. И если касаясь второго вопроса, еще второй части, если вы действительно не смогли построить отношения с двумя мужчинами уже, то получается вы что-то делаете не так. И вот с тем, что не так вы делаете, нужно работать. С тем, что не так вы осознавляете, нужно разбираться вам помочь, чтобы вы подкорректировали свое поведение, возможно лучше подпоняли себя, и тогда вам будет легче добиваться своих целей, и не будет стоять даже такой вопрос о совместимости чего-либо, потому что совместимо все что угодно. Главное было бы желание, было бы желание двух людей. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего доброго и удачи.